У Беларуси больше за 100 тысяч пожилых и инвалидов корыстаются послугами социальных работников. Попыт на такий вид допомоги только за последние 5 годов вырос на 20%. Уличывающий рост запыту президентом краины Александром Лукашенком были подписаны измены законов по пытаниях социальных обслуговывания и социальных выплат. Откорректованы еще 11 документов. Что стало черговым кроком до удосконаления деятельности органов по праце и социальной обороне, яким все лета 105 год. С нагодой солидной даты у Гродня пройшел урочистый сход. В системе социальной обороны в области 14 державных стационарных установ, у которых проживаются больше за 2 тысячи человек. 20 тысяч пожилых и инвалидов на постоянной основе охоплены послугами центра социальных обслуговывания. Больше за 3,5 тысячи человек наведывают отделение джинного знаходжения. В регионе открыто 11 отделений округлосуточного знаходжения для граждан пожилого взрослого и инвалидов. Комплексное обслуговывание на дому отрымливают свыше 15 тысяч грамадян. Социальная служба в области – это амаль пятитысячная армия одинадумцев. У Галины жану четварь – 90% супрацовницы. До 105 года органов по праце и социальной обороне амаль пау сотни лепших работников соцсферы прынемыня отрымали гоноровые грамоты и дипломы. В армонию приглашены делегации со всех регионов Гродненской области. Это люди, в том числе, которые сегодня получат высокие награды. Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского областного совета депутатов, Министерства труда, в том числе и Комитета по труду, занятости и социальной защите. Эти люди внесли значимый вклад в развитие нашей системы, сферы. И среди них самые обычные, простые наши работники, которые ежедневно приходят в дома к нашим пожилым, нашим престарелым и оказывают им всевозможную помощь. Это не они, это кухонные рабочие, это работники домов-интернатов, которые дарят свое тепло нашим людям, оказывают всестороннюю им помощь.